Два дня ни капли, половина города останется без водоснабжения. На медосмотр в музей. Посетители акции «Ночь в музее» первым делом оккупировали специалистов в белых халатах. В лес лучше натощак. Городские жители посоревновались в спортивном ориентировании. Зельменные работы проводятся на Театральной Зейской, Пашимановского от Горького до Амурской, Лозо между Октябрьской и Переулком Советским и в других местах. Всего восемь участков. В конце недели к ним добавится еще и пересечение улиц Амурской-Кузнечной. Движение транспорта здесь будет ограничено до 1 июня. Последние отремонтированные этим летом участок планируют открыть 31 июля. Власти будут добиваться того, чтобы подрядчики придерживались этого плана строго. Завтра половина города останется без воды. На двое суток краны пересохнут из-за остановки водозабора «Северный». Коммунальщики начали готовиться к будущему осенне-зимнему периоду. Запастись водой на двое суток придется жителям следующих районов города. Тепличный комбинат, третий микрорайон, КПП, Хлопкопредельная и Спичфабрика, Агромаш, Астрахановка, район судостроительного завода, поселки Аэропорт, Мясокомбинат и Маховая Пать. Кроме этого воды не будет в домах, расположенных по улицам Зеленой, Строителей, а также в районе улицы Кольцевой между Театральной и Новотройским шоссе. В остальной части города давление водопроводной сети будет снижено. В грядущую субботу в Благовещенске введут кратковременный сухой закон. В течение следующего месяца он вступит в силу трижды. Спиртное с прилавков полностью исчезнет 23 мая, когда школьники будут отмечать последний звонок. 27 июня на этот день намечены выпускные вечера, а 6 июня во время основных торжеств по случаю Дня города продажу горячительного ограничат лишь в радиусе 700 метров от площади имени Ленина. Перевязать раны, попасть в цели самодельного лука, напечатать телеграмму с помощью азбуки Морзе. Это и многое другое пришлось испытать горожанам, участникам ночи в музее. Благовещенск присоединился к всероссийской акции и собрал на курсы молодого бойца. Это была тематика ночи более 500 посетителей. Ольга Туманец расскажет подробнее. Барабанщиков у Кровеческого музея увидишь нечасто, так же как и огромную очередь у входа. Более полутысячи желающих собрались пройти курс молодого бойца. Организаторам даже пришлось допечатывать бланки листов с заданиями. Эта ночь в музее посвящена 70-летию Победы, Великой Победы. Это праздник для всего русского народа и, можно сказать, даже для всего мира. Мне кажется, что патриотические чувства выросли накануне этого праздника, и каждый хочет немножечко к этому прикоснуться. Тебе необходимо будет пройти все вот эти вот пункты на сочинение. На них тебе будут зашагать баллы. Затем, в лодке, в 10 часов все нужно сделать. Затем мы можем подойти грамму, мы почитаем твои баллы. Три часа на 10 пунктов, самым популярным из которых стала медкомиссия. Очередь к специалистам, измеряющим рост, вес, давление и силу кисти, не иссякала. В других залах было менее людным. Зато выполняющим задания нужно было не просто сидеть или стоять, а еще и потрудиться. Прям сильно натягивать, что есть силы. Похвастать меткой стрельбой из лука мало кто сумел. Зато разобрать автомат Калашникова некоторые смогли практически с закрытыми глазами. У нас в школе было НВП, начальная военная подготовка. Очень серьезно, постоянно мы были орленок, зорницы. Поэтому, когда я пришел служить в армию, у меня, в принципе, уже основной курс молодого бойца был пройден. Особо учиться было нечем. Первым прошедшим все задания стал Егор Дороган. Новоиспеченный 11-летний генерал на такое окончание вечера не рассчитывал. Я даже не знала, что здесь так будет. Думала, ну, музей, да и музей. А оказалось, что здесь будет проходить такая акция. Ну и вообще, вот как ты генерал, на сколько, вот как ощущения? На высоте. Ольга Туманис, Денис Лугов, программа «Город». Останки защитников Албазинского острога перезахоронят. Область готовится торжественно отметить 365-летие Албазина и 350-летие пребывания в Преамурье иконы Албазинской Божьей Матери. Устроить по случаю торжества предложил епископ Благовещенский и Тындинский Лукеан. Его инициативу в правительстве поддержали. Торжественную церемонию перезахоронения проведут в Албазине 5 сентября. А 8 августа в селе устроят праздник. На него, ожидается, прибудут несколько сотен паломников. Их разместят в палаточных лагерях. Чтить память защитников Албазина будут и в областном центре. В Благовещенске откроется выставка «Заступница земли Амурской». Состоится посвященная иконе научная конференция, премьера спектакля «Горький хлеб Албазина» и многое другое. Михаил Тимофеевич Луценко, почетный житель Благовещенска, российский ученый, создатель первого на Дальнем Востоке Института физиологии и патологии «Дыхание», основатель известной в России за рубежом школы морфологов, отметил 85-й юбилей. Поздравления он принимал от родных, близких, коллег и властей всех уровней. Я сегодня, пользуясь случаем, вот, наверное, за всех жителей города хочу сказать, спасибо, что вы у нас есть, спасибо, что остались верны нашему городу, спасибо за то, что сегодня трудитесь на благо нашего города, на благо нашей области, нашей страны. Человек идет в умеренный поход, достаточно элегантно одет, ну и видно, что продолжает трудиться, я знаю это, на благо нас с вами. Михаил Тимофеевич, поэтому я хочу вам пожелать, конечно же, здоровья, продолжающих так держать, как минимум равняться нашего замечательного актера Владимира Михайловича Зельдина. В числе заслуг Михаила Луценко также разработка концепции многоуровневого взаимодействия дыхательной системы с окружающей средой в экстремальных экологических условиях. В 1996 году он стал кавалером Ордена Почета, а в 2000-м Международная ассоциация по приполярной медицине наградила его медалью Хильдина за медико-социальную работу. А возле Благовещенского педуниверситета сегодня вспоминали заслуги Леонида Завольнюка. Известный русский поэт был рожден на Украине, а судьбой связан со столицей Преамурья. Старейшее учебное заведение Благовещенска украсила мемориальная доска в его честь. Писал песни для толку новой машины времени и мультфильмов, сочинял прозу и стихи, славил Благовещенск и в каждый свой приезд к нам встречался со студентами. За это Леонида Завольнюка всегда будут помнить в Преамурье. Здесь живут его ученики и поклонники. Леонид Андреевич родился не у нас и ушел не от нас, но он с нами. С нами каждой строчкой песен, стихов, всей своей жизни, потому что он искренне любил то, что его окружало. Представление «Слышать ми» показали Благовещенцы. Накануне в конно-спортивном клубе «Алюр» поставили спектакль о Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли около 20 воспитанников клуба, курсанты «Двоку», танцевальные коллективы и, конечно же, кони. Посмотреть на яркое шоу приехал исполняющий обязанности губернатора Александр Козлов. Он привез Алюру приятную новость. Какую – узнаете из сюжета. Первоначально мы вообще учились ездить без седла, и это было нормально. Ну, это зависит от того, сколько ты занимаешься конным спортом и вообще с лошадьми. Как знаете, на тренировке говорили, зубами за воздух держаться. Вообще равновесие нужно развивать хорошо. Мы к этому мероприятию готовились, наверное, месяц целый. Понимаете, нужно перенести вот этот дух победы, донести до зрителей. То есть здесь не только профессионализм наших спортсменов, но здесь еще и душа. Поднимаем гранату вверх и говорим, бой готов. И когда нам сказали, можно кидать, тогда вы уже кидаете. Когда вы кинули, вы должны присесть и закрыть голову руками, ну, чтобы не пораниться. Мы встречались буквально год назад с руководителем и договорились, что окажем меры поддержки небюджетные и попробуем построить крытый манеж. В принципе, конструктив мы уже нашли. Сейчас в течение полутора месяцев закончим проектные решения до конца, документы оформим. Ну и думаю, начнем уже шеф-монтаж. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Эфир нашей программы продолжит рубрика «Время спорта». Чем на минувших выходных отличились благовещенские атлеты, как всегда, знает Юлия Мишурнова. Мне же остается напомнить, что наши новости вы всегда можете найти на сайте tv-город.ру, а связаться с редакцией получится по номеру 52-42-02. Всего вам доброго и до встречи. Добрый вечер, в эфире «Время спорта». Двугодовалый малыш, 74-летний пенсионер и еще порядка трех тысяч амурчан приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2015». Они прошли в Благовещенске накануне. Сколько времени участники тратили на прохождение контрольных пунктов и почему перед стартом завтракать нельзя, знает Анжелика Павлова. Самый первый забег – самый массовый – 400 участников. Их задача – как можно быстрее пройти 18 контрольных пунктов. Они впервые разместились не только на территории Первомайского парка, но и вдоль ближайших уличных кварталов. Во избежание неприятных случайностей весь маршрут почистили специалисты ГСТК, да еще и движение авто перекрыли. Так что скорость участников ничего не ограничивала. Но некоторые, например, ребята из второй школы, не торопились. Маршрут какой-то непонятный. Почему? Запутанный. По кварталам бегать. Ну это как бы и хорошо. Отсюда прибежали сюда. Сейчас в парк побежим. В парке здесь еще капот. Впрочем, большинство все же носились, сломя голову. Ребята из 22-й школы умудрились преодолеть 9 контрольных точек всего за каких-то 8 минут. Хотя в их распоряжении был целый час. Падали, спотыкались, за кусты цеплялись. И клещей боялись. Как их не бояться? Там, ну, постоянно когда бежим, с головы там что-нибудь стряхиваешь, бежишь там, боишься. А так нетрудно бегать, просто бегаешь по точкам и все. Только выдыхаешься быстро и все. Впрочем, переживал Андрей зря. Территорию парка перед соревнованиями тщательно обработали. А вот чтобы не выдыхаться, перед забегом нужно отказаться от завтрака, уверена Вика Буренина. Я толком не завтракала. Легче бежать на голодный человек, чем на полный. С полным желудком тяжело бежать. Сил больше уходит. Добавляла трудностей очень солнечная и жаркая погода. Впрочем, некоторые после прохождения трассы не применули этим воспользоваться. В ожидании результатов загорали. В итоге лучшими стали вторая и тринадцатая Благовещенские школы и команда ДВОКУ, которая в придачу оказалась самой массовой. В ее составе было 150 человек. Побегать по лесу в эти выходные удалось и участникам областных соревнований по спортивному туризму. На сборы Близмухинки съехали 68 участников из Углегорска, Свободного, Благовещенска и других уголков Преамурья. Самому младшему из них всего 10 лет. Старшему 58. Кто оказался самым быстрым, узнаете из нашего сюжета. Мы спускаемся здесь и бежим по дороге. Самое оптимальное время. Быстро удрать по намеченному маршруту у команды Углегорска не вышло. Для начала нужно тщательно проверить снаряжение. Карабины, жумары, тросы и прочее. Оно должно быть сертифицировано. Потому что бывают случаи, что идут срывы, падения. Для того, чтобы не получить травм, мы проверяем. Мы не выпускаем на старт до устранения ошибок. Если есть, да, ошибки были вчера немного. Но участники устраняли на месте, тогда только выпускали. Не допускали к старту и тех, кто вовремя не прошел вакцинацию от энцефалита. Впрочем, за укусы клещей участники волновались меньше всего. Главное, как можно быстрее и правильнее пройти маршрут. У команды из Благовещенска даже на разговоры не было ни времени, ни сил. Ребята, конечно, все равно молодые. Год – это первая только ступень обучения. Но, тем не менее, какие-то навыки есть. В команде уже более-менее слажены. В принципе, если все хорошо подготовились, то мы почти не разговариваем на этапе. Мы просто сигнализируем об исполнении какого-то элемента и переходу к следующему. Когда поднимаешься вверх, просто поднимаешься не по жумару, не как между этапами. Ноги устают очень сильно, дыхание прям сильно сбивается. Но было бы время для отдыха, вообще бы цены бы не было этим соревнованием. Организаторы смеются. Для спортсменов эта усталость как коту-валерьянка. Жить без нее они не могут. На соревнования приезжают целыми семьями. По словам судей, одна из них на турнир привезла четырехмесячного малыша. Правда, пообщаться с родителями-экстремалами нам не удалось. Найти их на дистанции почти 8 километров невозможно. На ее преодоление спортсменам дали 4 часа. Но некоторые участники справились куда быстрее. Те, что помоложе. Следующие соревнования у спортивных туристов пройдут в июле. Правда, масштаб у них будет побольше и испытания посложнее. На турнир съедутся сильнейшие спортсмены со всего Дальнего Востока. Как на нем покажут себя мурчане, мы обязательно расскажем во время спорта. А пока все. С вами была Юлия Мишурнова. Увидимся через неделю. Во вторник, 19 мая, в Благовещенске утром 12 градусов тепла. Солнечно. Легкий ветерок, дующий с севера, впечатление от начала дня не испортит. Днем натуральное лето. Плюс 20. Ясно, ветер усилится до 5 метров в секунду. Вечером 16 градусов выше нуля. Малооблачно. Сила и направление ветра те же. Можно прогуляться. Но только не допоздна. Ночью похолодает до 9 градусов. Осадки маловероятны.